Я когда узнала, что есть курс, у меня сразу полсекунды, мне сюда надо, срочно, обязательно, необходимо, срочнейшим образом записаться, пока есть место. Что мне надо, куда мне надо, зачем мне надо. И у меня когда домашние спрашивали, ну, еди на здоровье, а что ты будешь учить, зачем тебе надо. Я говорю, я не знаю зачем, но мне надо срочно, обязательно, я не помню себя в жизни, чтобы я чего-то так хотела. И ощущение, мне даже дико сказать, после курса, мне кажется, что я, ну, уже, так скажем, курс во мне, я в курсе, не знаю, в общем, с новыми знаниями, с новым ощущением себя, добавилось как-то, не могу это объяснить. При всей нелегкой ситуации, которой у нас в стране, у меня добавилось света в душе. И вот как Регина говорит, я смотрю на людей, смотрю на себя, я реагирую иначе, я те же новости читаю иначе, я совершенно иначе понимаю стихи, картины. У меня такое впечатление, как будто бы у меня, как сказать, я такая же, я имею в виду относительно людей, я такая же, как была раньше, но добавились еще вот грани, грани понимания, грани устойчивости, грани красоты жизни, еще цвета. И добавилась очень большая вера в себя, такое ощущение, что курс как будто открывает ворота, вот как вы говорите, изобилие, изобилие возможностей. Все возможно. То есть, очень большое ощущение связи с божественным, с Богом в себе, не могу объяснить, оно все такое высокое. И ощущение, как сказать, в хорошем смысле слова, нестабильности, а устойчивости. Нестабильности в смысле стагнации, вот все, стоишь как стол, ты все. Моральной устойчивости какой-то. Относительно общения, у меня тоже был период, что мне было очень тяжело общаться, причем, ну, за редчайшим исключением практически со всеми. И я тоже себе нашла вот такой вот крючок, как Игорь говорит, найти в каждом что-то хорошее, зацепиться за вот это хорошее и смотреть, ну, как в калейдоскоп, только на вот это. Оно такое имеет фантастический вообще резонанс. Ты смотришь на хорошее, человек начинает иначе проявляться с тобой как-то, ну, не то что синхронизироваться, выравниваться. Ты на него смотришь другими глазами, он на себя смотрит другими глазами, он вместе с тобой, ты вместе с ним. Постепенно те люди, с которыми вроде бы отошли, мне было с ними тяжело, опять пришли, но в другом качестве. Приходят новые люди, с которыми тоже я даже не думала, что я смогу общаться. Ну, не то что смогу, я просто не думала о таком власти общения людей. На работе сумасшедший завал, куда-то работа рассасывается, даже не могу сказать, что я работаю быстрее. Но я как-то не то что меньше нервничаю, как-то беру это в пропорции, она куда-то девается, растворяется. В общем, не знаю, мне впечатление, что это... Я сегодня только об этом подумала, у меня впечатление, что мой внутренний свет куда-то растворяет эту работу, куда-то она вся девается. И ощущение, хочу сказать, что ощущение такой гармонии, блаженства и какой-то спокойствия. То, что я говорю, наверное, на фоне того, что происходит в Израиле, слушается, ну так, странно. Но ощущение спокойствия, внутреннего спокойствия, даже не то, что веры, знания, что всё будет так, как надо. Амин. 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 Амин, да, амин. Благодарю. Я вас благодарю, Янина, да. Я вас, Всевышнего, что я на вас вышла. Нет, ты с Ольгой или они меня вывели, кого... Спасибо.